добрый день моя видна украина приветствую всех адекватных людей продолжаем и переделку моего аквариума вернее я продолжаю что сегодняшней передаче мы что сделаем снимем и крышку уберем свет уберем и фильтра все это мы от моем помоем так сказать законсервируем до лучших времен некоторые вещи просто отложим на потом ну и подготовим вот эти вот ребра жесткости и стяжки к переклейкам я буду я покажу как это там все отметит и кислотой а прошлой передачи об этом говорил ну в общем будем готовить аквариум переделки так что смотрим дальше так Продолжение следует... 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 третью неделю за то что много работы я в принципе только по воскресеньям работа но тут решил взять такой себе пятницу субботу воскресенье чтобы это все сделать поэтому вот такая ситуация но что могу сказать я хочу вам еще что показать смотрите ну фильтры фильтрами они грязные конечно я из них из все из всех фильтров подостаю весь наполнитель потому что ну в сам это мне что-то нужно укладывать поэтому наполнителя тут много но я еще докуплю колец я вообще забью сам максимально всем чем там только можно чтоб я больше с этими фильтрами мозг все не компенсировал что вам сейчас хочу отдельно заснять но у меня мой оператор пошел по каким-то там делам что-то там не надо срочно было вот этот у меня ультрафиолетовый стилиризатор я его ставил по два года назад там о них по инструкции написано типа там каждый год что-то там менять нужно лампу там но я ничего не менял я хочу что сделать я сейчас хочу вытащить этот эту лампу и мне самому интересно что там с ней такое заросла она там замылилась замулилась что там с ней такое стряслось так что сделаю сейчас вот такой сюжет но я уже не буду вам показывать что там в этих фильтрах нет смысла к нам все как обычно куча грязи да если я просто все от моего разложу отсортирую и как бы на этом этом как бы все еще раз хочу сказать это вот он у меня же мебель да она полностью была забита всякой ерундой аквариумной мне окажется столько этой ерунды аквариумной просто капец какой он у меня амазония лежит можно было бы на амазоне перезапуститься но опять же это надо ждать там три недели две недели пока там у них этот упадет эти показатели все такое прочее а у нас столько времени нет потому что вот у нас дискусы в ювеле а в ювеле как бы такой фильтрации у меня нет здесь фильтрация то что было то она и есть ну я надеюсь что три недели хватит фильтров и всего остального чтобы не дай боже я не перезапускал еще ювель тут конечно нужно его проредить потому что есть по нему нюансы и моменты но я кстати я хочу сказать не знаю почему но как-то по-другому смотрятся дискуссы в этом аквариуме может тут спектр света какой-то другой не знаю вот такая картинка я не знаю сила видно то довольно таки неплохо и смотрите я говорил у меня здесь же шите кривитос и вы мне все писали да они поедят поедят ну футу пока что не едят хотя уже неделю на она сидят уже в этом аквариуме из говорю мне уже с этим проблема же месяц наверное как нет никогда мне все так чтоб сейчас переходим к дальнейшему демонтажу вот этой вот нашей проблемной секции ну это ж надо такое получилось у меня вот решил поэкспериментировать с этим клеем и поэкспериментировал так что такая вот история так ну что подключили сейчас подключились снова смотрите но вырезал я эту нашу проблемную запчасть ну короче я то думал что знаете вот это черный точно такой же клей как белый думал он типа такой же держит но держит он лучше явно но короче не знаю я не могу я вам сказать надо им пользоваться не надо думаю что думаю что не нужно вот белый вообще отлетает вот вообще он просто одну черный не нифига нет летать я его вырезал и довольно сложно вырезал а до этого я вам короче говоря показывал по поводу фона а я забыл что вот этот фон я когда ювель клеил у меня клей оставался я фирменным ювелевским клеем клеил здесь фон а здесь он у меня вот у меня хватило приклеить 2 2 2 ну две этих две точки всего поставить и вот эту панель я я еле оторвал и оторвал его вместе с фоном а здесь она просто подпадала почему подпадала здесь я приклеил точно же таким же вот клеем из-за которого у нас отклеились ребра жесткости поэтому вот они и отпали вообще просто тупо отпали ну мне как бы даже лучше я спокойненько фон помою керхером здесь все по обрезаю все сделаю красиво так что такая история ну на сегодня такая ситуация я еще раз говорю я по я уже говорил в предыдущей передаче я хотел вот в этом стекле сделать вот такой вот вырез под слив под сам у меня и головки есть алмазный все остальное но я так прикинул что будет короче говоря он некрасивой того головки там вырезать но если головками я хотел на под две трубы сделать слив ну короче решил голову себе не морочить в интернет полез заказал перелив такой он как herby работает но перелив идет вот так вот через верх получается его не видно будет сам перелив где-то 5 сантиметров вот так вот высоту его за крышкой не видно будет визуально короче будет не видно поэтому не стану чуде я еще хотел думаю вырежу вот это стекло вот так прям тупо вырежу отнесу в мастерскую и мне там вырежут вот такую вот штуку мне как посчитали я такой пошел и заказал перелив другой так что потом еще подумал вот это еще пока вырежу вот это стекло потом пока это ночью месяц там будет сохнуть и все такое прочее в общем он час от такая от разруха на сегодня для меня как бы как бы все сейчас я просто приберу потому что уже поздно целый день колупаюсь вот это вот все мы от моем потому что выглядит это все конечно катастрофично но я вам завтра покажу вот смотрите вот здесь вот ну не видно вам здесь вот эти стекла между собой склеены тоже вот этим отклеим козлячим но сюда из-за того что площадь большая вот вы видите вот здесь влага попадает вот она вот такого цвета получается так сейчас это настроить камеру ну из-за того что площадь большая суда влага не проникает и поэтому здесь стану клей-то держит и это даже срезать это срезать не буду просто здесь все подготовлю здесь все все конечно тоже сделаю купил ли эти всякие штучки которые позволят мне пососкребать это все но я ими принципе и работал прошлый раз но не могу найти там дел в принципе должно по идее нормально но слазит но она такая свете бам и тут реально уже чистое стекло я-то думал мне будет плохо от этого на самом деле вообще вообще ничего так что принципе принципе окей вообще отпадает и следа не остается во блин так что я думаю я тут подготовлю аквариум побырику я хочу сегодня у меня пятница но для вас то все равно пятница завтра я все подготовлю под эту всю склейку если успею приклеивать эти ребра жесткости но если нет то нет воскресенье засниму сам как клею сам по новой и что думаю что через неделю я сюда кучи собирать буду так что для вас конечно это несколько передач будет а для меня это затянется почти на два месяца но ничего страшного такая вот история так что все смотрим дальше как мы тут отдираем отмываем оттираем я вот специально положил вот эти трубки но это поняли стекло но он уже не прозрано не то что не прозрачно но вообще непонятно что это стекло вот это все от моем и сейчас покажу как выглядит этот лампа ультрафиолетово самому интересно так друзья ну что настал новый день все поспали сейчас мы что будем делать час я буду отдирать весь силикон отсюда в общем чистить этот аквариум потом мы почистим жесткости ребра потом почистим фон в общем как то так так что опять это готовимся к захватывающему видео с со мной главной роли очень быстрой скорости так что смотрим а а Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор 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 А.Кулакова не было. А с черным я прямо на заколебался тут ползать. Ну отодралась, так что нормально. Сейчас мы это все смоем каку и дальше продолжим. Смотрите, я вам сейчас покажу по поводу этой сферной кислоты. Ну вот, например, там где у нас много кальция. Наливаем, оно прямо шипит. Сейчас возьмем щеточку. И раз, и нет никакого кальция. Вот так руками драть это, конечно, жестко. Оп и чисто. Сейчас мы шлангой смоем и все окей будет. Так что, кому надо срочно избавиться от кальция вот таким способом. Если вы в квартире это делаете, то откройте окна. Я на улицу вышел, чтобы оно в нос не било сильно, оно прямо так опекает. Поэтому аккуратнее будете использовать. Так что, а если, допустим, дома в аквариуме, то можете там раздавить один к двуму. Просто потрете посильнее, но оно отстанет тоже. Так что, сейчас я вытру все и включимся. Так, ну еще раз по поводу кислоты. Смотрите, я вас всех внимательно предупреждаю. Очень сильное испарение. Если вы это вдохнете, можно сбить дыхание с ним аккуратно. Если вы ни разу не пользовались, лучше посмотрите, как этим пользоваться. Плюс перчатки проветрить. Я вот на улице сейчас, ветер в мою сторону дунул, и я, короче, так хапнул тоже нормально. Ну, в принципе, вот так вот можно делать. Плюс перчатки проветрить. Плюс перчатки проветрить. Плюс перчатки проветрить. быстро отлетает а вот кальций в перемешку с водорослями надо так постояла так что такая вот фигня друзья ну что я тут обработал пока обрабатывал хорошо подумал короче не надо пользоваться кислотами кто не не пользовался я вас умоляю особенно дети не вздумайте трогать никаких кислот в аквариуме дома разъедает все ну видите да поэтому если что-то надо почистить особенно дети чистим ручками и моющими средствами иначе беда потом я тут мамы с папами начнут писать что какой-то придурок с франции решил рассказать как почистить стекла в аквариуме дошло дело до какой какой-нибудь клиники поэтому еще раз не трогайте никаких кислот но сейчас я вот это все смою и подключусь так что смыл я эту кислоту все ну такой результат как говорится стекло как в молодости ну смотрите этот особо сильно не это самое лишь бы было чистенько мне это нужны торцы я хочу хотел вам показать вот этот клей козлячий да вот он здесь он тоже склеены из-за того что здесь площадь большая влаговая но впитывает фиговая поэтому держится как бы нормально но я не буду переклеивать я не думаю что она там оторвется еще раз поэтому короче так сейчас мы что делаем сейчас этот пусть посидеть полежит на солнышке посохнет я сейчас помою хотел керхером помыть фон но керхером не помой потому что фон пенопласта из пенопласта могу порезать сейчас шланга и помойка еще как еще вот вопрос по поводу не вопрос информации вот этот фон он как бы из черного пенопласта сделаем вот потом в воде простоял сколько два с половиной года и он реально ты на ощупь ну так наук на вес реально тяжело такое ощущение что он воду впитал такая интересная информация и здесь у нас вот структура есть а здесь почему-то ее нет непонятно ну короче сейчас мы помоем помоем это дело и помоем эту пвх ну тут немножко он тут чуть-чуть грязная ну и как бы у нас все уже будет помыто так что такая вот фигиня а а а а а а а а а и и и вам и а Субтитры подогнал «Симон» 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 вот такая вот такая вот история так что имейте ввиду я вам говорю писали что тут там целые залежи какашек всяких ранее таких залежей ничего нет так что мы все отмыли так ну что мы наверное стоя я так думаю уже этот разрушительные все моменты мы закончили сейчас я это все упакую будем что созидать новая аквариумная рыбка покормите рыбку так друзья ну что закончили мы консервации перемывку нашего всего оборудования вместе с нашим новым катарыбой заканчиваем эту передачу всем вашим всем вашим пока украина як завжди тримаемся слава украине